Виталий Матвиенко Хорошо Так, Ирина, смотрите На мои вопросы И вообще, как у нас Наше общение будет с вами проходить В двух Режимах Первый режим это тестирование Тестов будет несколько Режим тестирования строгий Простите Я сейчас уберу все это Я просто хочу сесть и показать сидя Как и работать Спасибо Значит, смотрите, режим теста Я его начинаю командой Я начинаю тест После этого вам нельзя Очень многое, а что можно? Можно сидеть неподвижно Смотреть в область Перед глазами Ни влево, ни вправо Ни вверх, ни вниз А именно на уровне глаз Вот в эту область А, да? Да Это во время теста? Нет, нельзя Это именно во время теста Тест длится не более 4 минут Поэтому их там 6 или 7 у меня Поэтому вот 4 минуты Надо сконцентрироваться на положении здесь Глазами двигать нельзя Двигать головой нельзя То есть ответы подтверждать Да, нет, нельзя То есть просто работает только рот Да, да, это я помню Еще Я задаю вопрос У вас будет до 3 секунд Чтобы принять решение И на него ответить Одним из трех способов Если вы согласны с этим утверждением Которое я спрашиваю Это правда? Вы отвечаете да Если вы не согласны с ним Это по вашему мнению неправда Вы отвечаете нет Если вы не поняли мой вопрос Или не знаете как на него ответить Отвечаете не знаю Других слов во время теста Я от вас слышать не должен Все остальные слова будут после теста После команды тест окончен После того как вы ответили 3 секунды у вас есть на ответ Будет до 10 секунд Пауза Прибор будет считывать информацию вашего тела Потом снова вопрос До 3 секунд ответ Пауза И таким образом будет Весь тест закончен Там тесты не такие у них уж и большие Между тестами Когда я скажу Тест закончен Мы с вами обязательно будем разговаривать В этот момент можно Это я помню И шевелиться Шевелиться И разговаривать Поворачивать голову ко мне И еще Во время теста нельзя делать Глубоких вдохов-выдохов И нельзя останавливать дыхание То есть дыхание должно быть так как обычно Первый тест особый Во время первого теста Я вас попрошу дважды умышленно меня обмануть Это я помню Подождите Я не знаю кто с вами проводил до этого Поэтому я должен еще раз все рассказать Тест будет состоять из 7 вопросов Я вам сейчас объясняю как на них надо ответить Первый вопрос будет Вы помните как нужно отвечать на вопросы этого теста? Поскольку у вас память есть Ну как-то же вы живете Вы отвечаете да Поскольку я вам сейчас это все объясняю Потом будет вопрос Ваше имя Татьяна? Вы отвечаете нет Ваше имя Аня? Вы отвечаете нет Ваше имя Ирина? Вы отвечаете нет Вы меня первый раз обманули. Потом будет, ваша фамилия Петрова, вы отвечаете нет. Ваша фамилия Иванова, вы отвечаете нет. Последний вопрос будет, ваша фамилия, секунду, правильно ли я напечатал, я вас переспрошу. Ваша фамилия Крынина, правильно? Да, Крынина. Да, вот вы мне отвечаете на последний вопрос, ваша фамилия Крынина, вы все равно отвечаете нет. то есть ну грубо говоря на все вопросы кроме первого этого теста вы должны ответить нет еще после этого теста вы отвечаете так как считаете нужным вот так как вам скажется это правда или неправда зависимости от того какие будут реакции мы будем что-то перепроверять и что-то будем возможно что-то уточнять вы готовы да итак первый тест которым вы меня должны умышленно обмануть я начинаю тест вы помните как нужно отвечать на вопросы этого теста до ваше имя татьяна нет ваше имя не нет ваше имя ирина нет ваше фамилия иванова нет ваша фамилия петрова нет ваша фамилия крынина нет вот тесс закончен у меня все затекало так если провода только не порвите Виталий, я на вас внимание не обращаю, если что-то от вас нужно будет, сами мне говорите, хорошо? Крынин, это ваша фамилия? Это ваша фамилия по замужеству или девичьим? С рождения. Ирина, сейчас будет тест на то, готовились ли вы противодействовать. То есть полиграф процедура не самая лучшая. Не самая комфортная? Да, да, да. А вопросы, которые я теперь должна ответить, дам, такой не будет? Вы отвечаете так, как считаете нужным? Нет, я имею в виду про имя. А все не нужно? А, это уже нужно. Закончили. Так, смотрите, сейчас будет тест, как я сказал, на то, готовились ли вы к противодействию. Напоминаю, что наркотиками в Украине считаются все наркотические вещества, которые и в Российской Федерации, включая и марихуану, и все изделия из нее, за исключением медикаментов по назначению врача. Готовы к тесту? Тест большой. Готовы. Я начинаю тест. Это ваше второе исследование в жизни на полиграфе. Да. Вы уже проходили специальную проверку в спецслужбах Украины? Да. Вы уже проходили исследования на полиграфе в спецслужбах Украины? Да. Вы сегодня употребляли с утра алкоголь? Нет. Вы сегодня с утра употребляли какие-либо наркотические вещества? Нет. Нет. Вы сегодня выпили больше, чем пол-литра кофе? Вы сегодня пользовались некосметическими кремами для рук? Нет. Вы сегодня с целью противодействия полиграфу планировали причинять себе боль? Нет. Вы когда-либо тренировались проходить исследования на полиграфе? Нет. Вы сегодня не планировали противодействовать на исследования с полиграфом? Нет. Тест закончен. Ого! Долгий. Ну это, наверное, самый большой. У меня аж все поонемело. Виталий, у вас все приборы отключены? Имеется в виду, чтобы ни звук, ни вибрации? Да. Да. Ира. Белосенький третий? Мой. Он безлучный? Да. Я его поставила на это. Что-то там бульнуло где-то. Ну-ка дай постричь. Я включила авиарежим. На авиарежиме булькать не должен. А, у меня вай-фай под ключ. Да. Все в порядке у вас? Да. 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 Сейчас будет недлинный тест на адекватность вашего восприятия. Напоминаю, у вас есть в арсенале ответ «не знаю». Я сейчас предложу несколько тем, почему мы с вами проводим этот полиграф, а вы уже решайте, как вы будете отвечать. Готовы? Хорошо, готовы. Я начинаю тест. Спасибо. 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 Вы добровольно сейчас проходите это исследование? Да. Это исследование проводится с целью расследования убийства? Нет. Это исследование проводится с целью расследования в пользу Российской Федерации? Это исследование проводится с целью расследования шпионажа в пользу Российской Федерации? Да. Это исследование проводится с целью расследования кражи секретной информации? Да. Это исследование проводится с целью выявления агента спецслужб или разведки Российской Федерации? Это исследование проводится с целью выявления агента спецслужб или разведки Республики Беларусь? Да. Это расследование ведется с целью выяснить агент ли вы Российской Федерации? Да. Тест закончен. Редактор субтитров М.Лосева Сейчас будет тест на ваше место жительства, ваше гражданство и ваших определенных целей, по которым вы приехали в Киев. Тест большой. Вы готовы? Готовы. Водички попить вам не надо? Нет. Я начинаю тест. Паспорт гражданина Российской Федерации. Вы родились в Советском Союзе? Да. Вы родились в Российской Федерации после развала Советского Союза? Нет. Вы сейчас гражданка Российской Федерации? Да. Вы жили последние 8 лет в городе Краснодар? Нет. Вы жили последние 8 лет в городе Ростов? Нет. Вы жили последние 8 лет в городе Кишинев? Нет. Вы жили последние 8 лет в городе Красноярск? Да. Вы выехали в сентябре этого года из Краснодара с целью попасть в Украину? Нет. Вы выехали в сентябре этого года? Вы выехали в сентябре этого года из Краснодара с целью попасть в Украину? Да. Вы приехали в Украину, чтобы умышленно совершить измену родине Российской Федерации? Нет. Вы приехали в Украину, чтобы стать популярной блогершей? Нет. Вы приехали в Украину, чтобы увидеться с Евгением Ковтковым и оказать ему помощь? Да. То есть окончил? Там ошибка у вас. Какая? В Красноярске я жила не 8 лет, а 7. В 2016 по 2023. 8 получается? Нет. Нет. Я приехала, когда ребенку было 4 месяца, а сейчас ей 7 лет. 8 лет еще не закончилось. Значит, вы мне дали ошибку. Или вы приехали в самом-самом конце 2016-го? Да. Хорошо. Ну, 7 или 8 лет – это не столь значимо. Сейчас тест не такой большой. У меня там пальцы не мели. Ну, пока рабочие. Пока рабочие. Датчики пока рабочие, да. Скажите, пожалуйста, как расшифровывается аббревиатура ФСБ? Федеральная служба безопасности. Эта служба принадлежит какой стране? Российской… России. Так. Как расшифровывается аббревиатура ГРУ? ГРУ… Если не знаете, так и говорите. Не знаю. Не знаю. Это главное разведывательное управление Министерства обороны Российской Федерации. То есть это разведка военная. Угу. Что такое СВР? СВР? Угу. Я не знаю. Служба внешней разведки. Есть военная разведка ГРУ, а СВР – это служба внешней разведки, это политическая разведка. И та и другая может, любая разведка может иметь вас своим агентом. Угу. Включая ФСБ. Угу. Итак, ГРУ – главное разведывательное управление, СВР – служба внешней разведки. Но я буду полностью вам зачитывать. ФСБ от ГРУ отличается тем, что ФСБ занимается безопасностью страны, а ГРУ занимается разведкой с целью получения военных данных. Угу. 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 Готовы к тесту? Да. Угу. Я начинаю тест. Угу. 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 безопасности от Главного разведуправления Министерства обороны? Да. Вы были когда-либо на допросе в структурах Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки Российской Федерации или Главного разведуправления Министерства обороны РФ? Да. У вас есть статус негласного сотрудника или агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации или Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации? Нет. Вы сейчас выполняете в Украине какие-либо задания от Федеральной службы безопасности РФ, от Службы внешней разведки РФ или Главного разведуправления Министерства обороны РФ? Нет. Вас заставили сотрудничать с украинскими властями после приезда в Украину? Нет. Вас принудили шантажом сотрудничать с украинскими властями после приезда в Украину? Вы добровольно решили сотрудничать с украинскими властями по вопросу оказания помощи военнопленным Российской Федерации? Да. Вы когда-либо голосовали на выборах за Путина Владимира Владимировича? Нет. Вы сейчас поддерживаете решение Путина Владимира Владимировича о начале специальной военной операции в Украине? Нет. Вы считаете, что совершили измену Родине РФ, приехав в Украину и сотрудничая с украинскими властями? Нет. Тест окончен? Все в порядке у вас, Ирина? Да. Хорошо. Какие-то вопросы сейчас ко мне есть у вас? Нет. Сейчас тест по поводу того, где вы живете и что, собственно говоря, за квартира, в которой вы живете. Готовы? Готовы. Я начинаю тест. Вы сейчас живете в городе Киев? Нет. Вы сейчас живете в Киевской области? Да. Вы сейчас живете в двухкомнатной квартире? Готовы. Готовы. Вы сейчас живете в трехкомнатной квартире? Готовы. 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 Вы купили квартиру, в которой сейчас живете в Украине? Нет. Вы получили квартиру, в которой живете в Украине, по дарственной? Нет. Вам арендуют квартиру, в которой вы сейчас живете в Украине? Да. Аренда квартиры, в которой вы сейчас живете в Украине, стоит более 10 тысяч гривен в месяц? Да. Аренда квартиры, в которой вы сейчас живете в Украине, стоит менее 15 тысяч гривен в месяц? Да. Тест закончен. Ирина, скажите, пожалуйста, вы, когда я задаю вопрос, начинаете отсчитывать 3 секунды? Нет. То есть вы просто думаете? Нет, я просто отвечаю. Хорошо. То есть нет такого, что задали вопрос 1, 2, 3… Нет такого нет. Хорошо. А что, я долго отвечаю? Ну, у вас приблизительно средний ответ, он как раз 3 секунды, поэтому я и задумался. Нет, я не отсчитываю. Для меня он допустимый, я просто подумал, потому что система. Я исследование закончил, скажите, пожалуйста, Ирина, есть ли у вас ко мне какие-то претензии, может быть какие-то вопросы? И вообще нарушал ли я ваши права, проводя это исследование? Нет, у меня не нарушали мои права. Ко мне какие-то претензии у вас есть? Нет. Хорошо. Сегодня 23-я? Да, 4-я. Да, 4-я. Да, 4-я. Пожалуйста, подпишите 24 октября 2023 года и свою подпись за то, что вы ко мне претензий не имеете. Прекрасно. Так, подождите, я сейчас сниму остальные датчики. Сильно отличалась от того, что с вами проводили? Да, сильно отличалась. Значит, с вами по другой школе проводили. У меня были одни и те же вопросы, и я на них отвечала много раз. Это не наша школа. Можете пока присесть. Так, добрый день. Можете представиться? Добрый день. Кандидат психологических наук, эксперт-полиграфолог Всюкраинской ассоциации полиграфологов Попова Дмитрий Дмитриевич. Традиционные вопросы вы даете согласие на записи публикации? Безусловно. Скорее для юмора. Вы вчера проводили исследование, экспертизу, расскажите, как это правильно называть, над Крыниной Ириной. Это человек, который приехал из РФ. Расскажите, какие ставились вопросы, почему такие вопросы. Ну и самое главное, наверное, начать с того, какая методика использовалась и как проводилась. Да, мы проводили психологическое исследование с использованием компьютерного полиграфа. Полиграф я использовал украинского производства Rubicon 2, который проходит нормы ДСТУ и сертифицирован. Методика, по которой я проводил опрос, это методика выявления скрытой информации, которая утверждена Всюкраинская ассоциация полиграфологов. Эта методика разработана в Украине, разработана она многими специалистами, но в основе Татьяна Романовна Морозова была президент нашей ассоциации на сегодняшний день. Методика сильно отличается от методики, которую используют российские полиграфологи и американские полиграфологи. Потому что методики, которые используют в основном они, это методики контрольных вопросов или методики вопросов сравнения, сравнительных вопросов. Их методика рассчитана на то, что ставится какой-то вопрос, который должен вызвать максимальную реакцию, и к нему прикрепляется значимый вопрос, который на его фоне оценивается. Эта методика требует двух-трех-четырех кратного повторения одних и тех же вопросов. Наша методика этого не требует. Наша методика ищет те моменты, которые являются критичными для респондента, и потом углубляются для того, чтобы доказать, что та реакция, которая прошла от респондента на полиграфе, она действительно является настоящей. В частности, таким образом мы можем найти, где, допустим, обвиняемый в убийстве сбросил пистолет вплоть до локации. Потом выезжает оперативная группа и там находит этот пистолет. То же самое мы можем определить, если кто-то украл деньги, куда эти деньги он потратил, и потом легко отследить их след. А американская технология и российская такого не позволяет делать на сегодняшний день. Я считаю, что в Украине на сегодняшний день это лучшая методика, которая используется. Более того, у нас в ассоциации есть службы, которые проверяют и могут пойти навстречу респонденту для того, чтобы проверить полиграфолога, который совершил, по мнению респондента, какую-то ошибку, или же сделал это целенаправленно, то есть коррупционным путем. И мы с такими полиграфологами прощаемся, то есть мы их исключаем из ассоциации. То есть контроль определенный есть. Есть такие случаи? Три случая за все время с ассоциацией. Когда был подкуплен полиграфолог? Жалоба от респондента. Там разные случаи, в том числе и подкупленные. И когда это после расследования вскрывалось, мы с такими людьми прощались. Такое есть. Интересно. Это было небольшое отступление о методике. Меня не видно в кадре, потому что не видно. Сейчас был показывать экран. Расскажите про исследование, которое вы вчера проводили. Какие ставились задачи и, собственно говоря, какие результаты? Да. Исследование, которое мы провели с гражданкой Российской Федерации Крыниной, Ириной, ставилось задача проверки ее для будущего, насколько я понимаю, сотрудничества с координационным штабом по вопросу военнопленных. И основные вопросы, которые были поставлены руководством координационного штаба, это является ли гражданкой Крынина, имеет ли она гражданство Российской Федерации? Откуда и с какой целью гражданка Крынина выехала в Украину? Является ли гражданка Крынина сотрудником или агентом спецслужб и разведки Российской Федерации? Добровольно ли она дала согласие на сотрудничество с украинскими властями или ее принудили к этому? И это вопрос, который интересовал подписчиков и тех, кто следит за деятельностью Ирины. Это подарила ли ей Украина квартиру и действительно ли она проживает в квартире, которая не имеет отношения, но теперь это ее собственность. Результаты мы получили следующие. Гражданка Крынина действительно проходила, она действительно гражданка Российской Федерации. Последние 7 лет до сентября 2023 года она проживала в городе Красноярске. Выехала она оттуда с целью, не с целью помогать Украине, не с целью совершать измену на родине, а с целью помочь своему гражданскому мужу Евгению Ковткову в плену. И она не имела целью по выезду быть популярным блогером. То есть цель была вот именно, она была сконцентрирована на Евгении Ковткове, которого она считает своим гражданским мужем. Агентом спецслужб России она не является, но исследование подтвердило, что она проходила допросы в Федеральную службу безопасности, подписывала там протоколы, но при этом она в сотрудничество с ними не входила. И не подписывала никаких документов по этому поводу. Что важно, мы также опросили с помощью полиграфа, поддерживает ли она решение Путина Владимира Владимировича, президента Российской Федерации, на начало специальной военной операции против Украины. Нет, она не поддерживает. Голосовала ли она за Путина, как за президента? Да, голосовала, но этот факт она от нас скрыла. То есть полиграф показал, что да, она за него голосовала. Считает ли она, что она совершила измену своей родине? Нет, не считает. Она считает, что она совершила измену правительству Российской Федерации. Ну, естественно, со всеми она прекрасно понимает, что из этого следует по отношению к ней. Дальше. Добровольно ли гражданка Крынина сотрудничает с властями Украины? Да, добровольно. Полиграф показал, что она не принуждена к этому сотрудничеству с шантажом или же силой. При этом информация вполне достоверная. Что касается квартиры, которую ей или купили, или подарили. Квартира съемная, то есть ее для нее арендуют. Она даже назвала сумму аренды квартиры, но это полиграфом было установлено, сумма аренды квартиры трехкомнатной в Киевской области от 10 до 15 тысяч гривен. Квартира точно не была куплена в ее собственность и точно не была ей передана подарственной. То есть эта квартира не является собственностью Ирины. Вот и все. Всем будет интересно увидеть, мне на самом деле тоже, как это выглядит на полиграмме. Правильно я использую? Да, все правильно. Да, есть полноценный отчет зафиксированный. Давайте вот вопросы, которые определил полиграф, что она врет. Это по сути самое интересное. Да. Ну, основной вопрос это о Путине. То есть вот вопрос. Вы когда-либо голосовали на выборах за Путина ВВ? Да. Вот этот вот, вот синий показывает, что это именно этот вопрос. И вот это, это кожно-гальваническая реакция. То есть изменение электропроводимости кожи в случае, когда потовыделение или увеличивается, или уменьшается. Это происходит тогда, когда идет несоответствие ответа респондента, она ответила нет, с тем, что у нее есть в голове то, как содержит ее память. То есть она нас ввела в заблуждение. Она ответила, что она не голосовала за Путина. Реакция, которая вот она, кожно-гальваническая реакция. Плюс для специалистов я могу также показать реакцию кожного сопротивления, которое выражается в цифрах. Идет понижение кожного сопротивления от 188 до 178. То есть вот они цифры. Да, вот они цифры. То есть это показывает то, что выводы, которые я делаю по этому ответу правильные. При этом она не поддерживает решение Путина о начале специальной военной операции в Украине. Да, вот график показывает, что кожно-гальваническая реакция существенно не изменилась. И также не изменилось и кожное сопротивление. Она ответила нет на этот вопрос. Я вынужден спросить вот эта часть. Вот эта часть. Ну, во-первых, мы с вами видим, что здесь, это тоже очень важно, хорошо, что вы показали. Реакция, которая рассматривается полиграфологами, она идет на первых 3,5 секундах. Вот тут они выделены вот такими пунктирными линиями. Сейчас я вам покажу более близко этот вопрос. Этот вопрос, который касается Путина. То есть вот, вот это вот секундные линии. Полиграфологи берут реакцию первые 3,5 секунды по нашей школе. После этого уже реакция не рассматривается. Там может быть это то, что в голове у респондента происходит. То есть вот эти первые 3,5 секунды, они являются основными. И они определяют, ложь это или не ложь. Здесь мы видим на первых 3,5 секунды повышение и корногальваническое снижение сопротивляемости. Теперь мы смотрим реакцию, которую вы показали. Вот это вот, правильно? Да. Вас заставили сотрудничать с украинскими волосами после приезда в Украину. Смотрим. Все, я понял. Первых 3 секунды. Повышения нет. 3,5 секунды повышения. А потом она уже начинает думать. А потом она уже начинает думать. И вот та реакция уже нам не интересна с точки зрения правды. И падение кожного сопротивления тоже нет. А давайте еще по вот этим всплескам раз уже. Вот он. Вот этот? Да. Это нулевой вопрос, насколько я понимаю. А нет, не нулевой. У вас есть статус. Вот этот вопрос, правильно? Да. Смотрим его. У вас есть статус негласного сотрудника или агента ФСБ, СВР или… Так, вот он этот вопрос. Одна ответила нет. Вот он первые 3,5 секунды и нет падения КС. Да, понятно. Про квартиру покажите вопросы, пожалуйста. Вы получили квартиру, в которой живете подарственно. Единственная была сработка, но если мы посмотрим более близко… Да, видно, что в начале было. Существенного падения КС нет, оно должно быть существенное. И график, он выглядит достаточно… То есть она в этот момент что-то подумала, но падение у нее… Как вот смотрите. Я это падение фиксирую по фамилии. Допустим, это было первоначально. Она меня целенаправленно вводила в заблуждение. Это идет первый тест. Так называемые вопросы заведомой лжи. То есть, когда я говорю респондент на свою фамилию, вы, пожалуйста, скажите на свое имя, что вы не являетесь таковой. То есть, был вопрос. Ваша фамилия Крынина? Она ответила нет. И вот на вопрос о Крыниной у нее падение составило 8 единиц. И это незначимый стимул. На Путина у нее падение было 10 единиц. Да, и поэтому… А по квартире, по дарственной, да? Ну, падения нет вообще. Да, по дарственной. Тут падение 191, ну, 3 единицы. Это не падение. Даже фамилия у нее вызывает больше отклонений. Вопрос, который, по идее, все бы хотели задать. Ну, я так точно хочу. Возможно ли она обучилась обманывать полиграф? Прекрасный вопрос. И для этого был тест. Это второй идет тест после теста заведомо лжи. Называется тест на противодействие. И вот какие вопросы я задавал на тесте на противодействие. Ну, во-первых, граждане думают, что противодействовать полиграфу достаточно легко, достаточно прочитать интернет и становится все понятно. Но, на самом деле, не так все просто. Я проверил, употребляла ли она алкоголь, употребляла ли она наркотики, употребляла ли она какие-либо медикаменты с целью противодействия полиграфа. Готовилась ли она причинить себе боль, планировала ли она вообще противодействовать на исследование с полиграфом и когда-либо тренировалась ли она проходить исследование на полиграфе. То есть, с такими случаями я уже сталкивался, что определенные спецслужбы определенных стран используют этот метод. Но он не такой эффективный. Это надо знать методику, это надо знать частоту работы самого полиграфа для того, чтобы вызывать определенные реакции. То есть, это очень трудоемкий процесс. И вот какие реакции мы с вами получили. То есть, всплески были только на то, что вы сегодня не планировали противодействовать исследованию на полиграфе. Она ответила нет, потому что здесь вот эта частичка не ее смутила. Но, наверное, мне было бы проще ее убрать. Но этот всплеск все равно идет после 3,5 секунд. И вопрос, проходила ли она тренировку на полиграфе. Кожное сопротивление упало на одну единицу, всплеска большого нет. Она не тренировалась. Противодействовала ли она? Ну, боль бы я заметил. Боль вызывает очень резкие всплески. А принимала ли она медикаменты какие-либо? Падение, здесь даже повышение. И здесь падение… Ну, не требуется. То есть, противодействия не было. Запланировано противодействие не было. Тренировки не было. То, что она проходила уже в другой полиграф в наших спецслужбах каких-то, это она как-то комментировала? Да. Она сказала, эти вопросы оставила, потому что она сказала, что это второе исследование на полиграфе в ее жизни. И я через полиграф проверил. Первое исследование она прошла в спецслужбах, и я не буду уточнять каких. Насколько я понял, для проверки является ли она каким-либо действующим агентом разведок или спецслужб Российской Федерации. Но она также сказала, что она прошла еще и специальную проверку в одной из спецслужб в Украине. Понятно. Вопрос чисто от себя. Можно ли научиться противодействовать полиграфу? Эксперту? Ну, смотрите, я уже длительно… С 2016 года я работаю с полиграфом. Сколько я не пытался, я, зная эту методику, зная, как работает аппарат, зная, как работает программа, у меня не получается. То есть, натренировать так, чтобы обыграть полиграфолога по этой методике нельзя. А именно почему? Потому что мы не озвучиваем перед тем, как давать эти вопросы респонденту. Мы озвучиваем только тему. А американцы по американской и русской технологии, они озвучивают вопросы. Более того, несколько раз их повторяют. То есть, респондент может знать, на какой вопрос ему надо давать реакцию, на какой вопрос ему не надо давать реакцию. Он это знает в процессе, ему это говорят перед исследованием. Там, при очень хорошем контроле за своим телом, и это тренируется, просто так человек это не сделает, 8 физиологических показателей снимается. То есть, контролировать одновременно артериальное давление, кожно-гальваническую реакцию, сопротивляемость кожи, дыхание, фотоапплитизмографию, то есть наполнение капилляров сосудов пальцев кровью, ну очень маловероятно. Это надо тренироваться, реально тренироваться. Мы не даем эти вопросы, поэтому респондент не знает, какую реакцию надо давать на... Соответственно, он не может подготовить... Да, себя, а у него есть только 3 секунды для того, чтобы это сделать, после того, как он получил вопрос. Тоже вопрос от себя. У нас на канале есть, возможно, вы видели, мы проверяли военнопленных двух человек на инструментальном полиграфе, который... ID-TEC. ID-TEC. Я не знаю, смотрели вы этот ролик? Нет, этот ролик я не смотрел, но я сталкивался с ID-тектором. Есть украинский полуаналог, стимул тест называется. Недостаток этих технологий, они не учитывают противодействие. То есть, если здесь я контролирую, ну допустим, реакцию, легко вызвать нажатием на кнопку, которая будет расположена в ботинке или же прикусить язык. Такое тоже сейчас делают. Но в ID-TEC, в стимул тесте нет возможности проверить, было ли это на самом деле. Я это легко вижу сразу же на экране. Этот вопрос при получении реакции я уже не рассматриваю как или правдивый или ложный, потому что это артефакт. Но опять же, человек, которого исследуют, он должен знать про эти методики. Безусловно. Там у нас был вопрос, касающийся добровольно ли к нам идут пленные, поговорить, дать интервью. Это был один вопрос. И второй вопрос был основной. Второй вопрос был, знали ли они, что будет война 24 февраля 22 года. Получил результаты следующие. У двоих подтвердилось то, что они добровольно. У одного он не знал, что шел на войну, а второй знал. Там тоже методика типа один вопрос и вокруг него там 5-10 соседних вопросов. Поэтому... Смотрите, я вот давайте так, я скажу свое субъективное отношение к методикам по типу IDETECT или стимул тест. Эти методики очень хороши, когда есть огромное количество респондентов по одному случаю. Например, у нас был случай в Ильичевске, сейчас Черноморск, было причастных к похищению из сейфа определенной суммы денег около 100 человек, 100 рабочих. То есть они имели доступ к сейфу. Проверять на полиграфе каждого по 3 часа ни времени, ни сил, ни ресурсов. И к тому же это стоит же денег тоже. Кстати, стоимость полиграфа и стоимость IDETECT отличается в 3-4 раза. Повышение в сторону полиграфа. То есть это более дорогая процедура. И поэтому применяли тогда стимул тест. За счет стимул теста он позволяет сузить, серьезно сузить круг причастных лиц. Но эти методики не позволяют досконально определить, причастен, не причастен, участвовал. То есть все равно потом вот тот круг там сузили до 9 человек, и потом их посадили на полиграф и дешевле, и меньше времени. За два дня мы вычислили, ну представители нашей школы, вычислили тех, кто собственно говоря причастен. То есть вначале с помощью инструментального теста сузили. Не инструментального. Вначале сузили. Да, сужается круг оподозреваемых, а потом уже полиграфом шлифуются. Я вам скажу так, Дмитрий, что на сегодняшний день на рынке в мире не существует никакой методики, которая бы превосходила 8-канальный полиграф в детекции лжи. Не существует. Возможно будет существовать в ближайшее время. Но все те люди, которые рекламируют как вот iDetect, как еще есть израильская программа, на голосовой модулятор она называется, то есть по голосу определяет, врет человек или не врет. К сожалению, эти методики, они безусловно очень хороши в использовании, они не требуют специального окутывания человека проводами, специальных академических условий тестирования, подготовки, хорошей подготовки, потому что там программное обеспечение все определяет. подготовки оператора. Но они не дают тех результатов, которые бы хотелось. Понятно. Прокомментирую в машине результаты тестирования, когда буду ехать сам. Вам спасибо за работу, спасибо за информацию, потому что, я думаю, много кому эта тема интересна. Все засыпают вопросами, вот вам информация. Спасибо. 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 Продолжение следует...